Уважаемые ценители налоговых интриг и любители качественного юридического театра, сегодня у нас на канале Налоговая Балалайка. История. Достойная пера классика. В центре событий Елена Блиновская. Имя, которое не нуждается в представлении среди звезд социальных сетей и создательница знаменитого марафона желаний. Елена столкнулась с вызовом, который могла бы завернуть любая драматургия. Обвинение в неуплате налогов. И каков ответ налоговой инспекции. Опус в 28 томах возражений. Да, вы не ослышались. 28 томов объемом с небольшую библиотеку. Однако, позвольте внести щепотку деликатности в наше обсуждение. Не все так однозначно в этих 28 томах. Кто знает, возможно, часть из них служит более прагматичным целям и может оказаться, ну, скажем так, весьма функциональной бумагой. Но давайте не будем углубляться в подробности этих предположений. Ведь, как известно, истина где-то посередине, а наша задача – осветить суть дела. Итак, обратимся к фактам. Представьте картину. Пять юристов налоговой, словно бригада ученых, против одного адвоката Блиновской. Этот дисбаланс напоминает нам о том, что в судебных баталиях важен не только вес аргументов, но и визуальное впечатление. Следующий акт этой драмы запланирован на 5 марта 2024 года. Будем ли мы свидетелями исторического перелома или очередного акта в долгой драме? Эта история – отличный повод для размышлений о том, как важно для каждого предпринимателя быть в курсе налогового законодательства, чтобы избежать риска стать главным героем не только в социальных сетях, но и в многостраничных возражениях налоговой службы. По традиции, под этим видео вы найдете ссылки на нормативные документы. Мы верим в просвещение и понимание того, что знание – это сила, особенно когда речь идет о налогах. И, конечно, не забудьте подписаться на наш телеграм-канал «Налоговая балалайка». Мы обещаем держать вас в курсе всех налоговых новостей и аналитики, проводить через мир налогов с умом и юмором, несмотря на все его неоднозначности и тонкости. Вместе мы сможем разобраться в любых, даже самых объемных и запутанных налоговых кейсах. До новых встреч в эфире!